приветствую вас геймера меня зовут дмитрий продолжаем играть перепонистать 4 за речь посполитую выполняем училочку захвата мира вот я ничего сделал я наконец-то разобрался почему там дополнительный треск был с микрофонешкой короче ребятушки-братушки у меня был просто включен принтер вот все дела как только отрубил его почему-то шипеть все перестал во всех игру вот осталось только обычное шипение от того что микрофон древний так вот ничего скоро замена ему купим как только выплатит мне за прошлый месяц денежку так и купим вот так нападение сейчас устроена британию надо помогать потому что князьям что по имени обожали да надо несколько хороших деяний сделать все равно сейчас конфессиональная эпоха почему бы не сделать что-нибудь хорошенького так значит испания богемия франция по идее да надо их щелкнуть потому что мы с европой особо не будем пока воевать будем в основном с мином с айратами там еще с кем-то кого мы там не пооткрывали еще вот да будем преимущественно пока с ними бодаться так значит заболевать объявление вне закона я выбираю так понять принципе и не гал это где а вот вижу за у всех венеция дружит только с госпитальерами поэтому венецию тоже щелкаем может быть возьмем что-то у госпитальера поскольку я помню особо никто не расстроится того что мы у них и земли допустим здесь возьмем так погнали как флот который мы с вами в прошлом эпизоде построили готов адмирала наняли так осталось только только что осталось только подождать немножко потому что нам французы помогут зачистку сделать но с флотом испанцы но если если что у меня тут 19 боевых кораблей есть так далее в программе управляемся крепости там британские крестьяне чуть забыли вот так тут пока сепаратисты могут восстать подождем так а здесь форта йемен что ты тут делаешь не в коалиции нет дружить с армузом что-то йемен с армузом они что-то тут попилить хотя бедную хасу надо дождаться конца их разборки и попробовать напасть харизм на харизму у меня тоже претензии есть яркинт мауа и так с айратами у меня закончилась нет до закончилась перемене с айратами давай пойдем на айратов вот первых очень так месяц через месяц и нападем мне претензия должна быть на них какая будешь делали в прошлом эпизоде так и нападем еще на мамлюков опять неудобно потому что эфиопы теперь на их напали да вот надо будет подождать армуз йемен как все свои дела сделают пойдем там тимуриды о тимуриды без друзей но мы наверно табаристан раскормим тимуридах на харизме и потом его за аннексию вот как-то так ладно ждем месяцок так тут у нас эти пока сепаратисты не пришли можно в принципе так а нафига а нафига я их сюда кину я вот этих хотел по 18000 кто-то вот этих ребят пока к венеции бросим вот эту провинцию надо забрать чтобы мостик был вот а вот эти вот эти сюда да так ордынские испаратисты вроде тут больше не будут никакую дичь устраивать казанские могут прийти к нам я и к но я надеюсь пока не прибудут просим твой скатушку сюда я рассчитываю на то что особо много воевать нам тут не придется потому что у англии тут вряд ли найдутся боеспособные единицы в большинстве своем они будут там так я еще хотел торговлику и чё менять как сфертировать по значению пожилу с константинополь во первых у чувака во вторых балтийское море вена получи скаму и давай вот да кстати как там лиги у нас поживают с лигами а его посмотрите богемия просто член лиги рядовой бренды бак стал большим членом понятно кстати те кто меня люто бешено ненавидят теперь за британцев голосует это да тьфу ты блин они сейчас в далмацию попрут надеюсь засчитается как мне так госпитальера госпитальеров мы будем укращать вот здесь на этой позиции у нас 17000 как раз нажмем вот эти провинции у трехтские крестьяне подняли восстание франции у трех шесть тысяч до господи с ними разберутся спокойным образом франция киолин пришли там испанские корабли чуть затевают британии британии еще было бы неплохо ну коли пока нам нельзя особенно отъедаться можно ее немножечко развалить там допустим шотландцам независимо здесь так да здравствует император курфюст и сделали свой выбор имперская крана останется в руках меня собственно имперский авторитет увеличится на десять люди теряют доверие к правлению так ну на этот счет у меня как раз плюшки от папки римского есть так 10 имперского авторитета кстати у нас появилось так как нас никто пока особо не любит у всех отношения ко мне не очень хорошая да и к тому же реформа пока делать нельзя этот авторитет я даже не знаю куда пока можно запихнуть так я помню можно отозвать статус курфюста но пока нет официальной религии поэтому поэтому это пока нельзя сделать можно серьезно улучшить отношения с какими нибудь товарищами которые меня не очень любят да ну я не знаю просто поймать ежемесячный упад упадок этого авторитета я не знаю куда бы его потратить потому что в любом случае мы пока его зарабатывать пока смысла его нет так можно конечно даровать милость бандебургу нафига нафига бандебургу его дал может вот кому-нибудь из этих он баварин пример потому что минус 152 до совершенства давайте даруем милость немножко немножко лучше отношения с вот этими ребятами так венгрия я гранит так вот с броншвейгом можно как раз минус а у нас дипломатов уже нету через некоторое время раздам милость императора так кому там еще можно майндсу а ну майндс он нормальный так что с ним можно этого не делать тоскана вертенберг так так с богами что у нас вообще отношения испортились наверно династического брака потому что не так почти и вон и кленбург давай тоже милость 7 соглашается с вашей политикой ох ты мощно так чё там еще можно ригой вот здесь ой гессон протестанта вообще ну все таки я из-за католичества так что я буду к ним добреньким так и последний это броншвейг да даже наемников дорожает так даровать милость императора ну все у нас еще пять имперского авторитета есть но к сожалению я не знаю что еще можно сделать вот хоть с кем то отношения подтянули так слушайте они уже взяли а это утро перед крепостью так через четыре дня в лучшем отношении с богемцами которые ай слушайте они больше не согласны на династический брак они к нам враждебны теперь вот чё таки дела а походу союз с богеми у нас с вами теперь навсегда порвется у меня с утра там закончилось такс ну давайте хоть вот чё хоть выстрел сходим тогда если если сюда не пускают газа контролем речку с политы так слушаем мы же с айратами хотели воевать я уже забыл про это господи так буряты буряты с кем в союзе ой с японцами тогда не будем их щелкать нафиг мне это надо падение падение значит битва за алматы давно пора национализировать эту пробочку мою даже две там 10 сверх расширения было вот давно пора баристанская армия сейчас пойдет на помощь скорее всего в этот район тут и без генерала можно затащить уж больно они слабые скорее всего династия мин постаралась помирание вступило в лигу за протестантизм в принципе можно развязать войну лик попытаться если они порвут союз можно будет попробовать мочилово такое смачное так куда господа дорогие имперский авторитет мы потеряли надо было богемии милость даровать может тогда бы получилось бы мракостное заключение а может и нет потому что врач-дребное отношение по-моему минус тысяч да ух ты вы только смотрите пермики уродились пока они слабые на них можно срабликать претензии провинцию бедное так что можно спокойно отжимать всю перми сразу вот так это кто у нас на башкиры а башкиры это значит что они еще и ко мне в гости сунуться вот вот эти войска хотим сюда подтянуть хотя бы 15000 так вот эти на разведку я знаю что там какая-то провинция есть которая их соединяет ну фига себе тверь осаждает оооооооо цена только np не осаждает миллионы отлично речьейт осаждаи от оп fact ладно хотя не знаем сможем ли мы хоть что-то взять в Венеции там еще какая-то крепость у них есть так тут мы еще даме кто можем взять да и и газет то три провинции получается госпитали отжали под так хаса аджуран и армуз и смен пойдем на йемен говорят мне да сушки давайте-ка наверно нападем и здесь как раз дипломата отозвать какой-то из богемии пока отзову нафиг не с богемии пламата подержать так нападаю на йемен и кармуз ты с кем дружишь ой много с кем поэтому пока просто на йемен пойдем никого не будем щелкать и джуран он я вот тут вообще не вижу маленький где-то так а суши бить чего это гостина а слышать у меня же вот болен давай на тебя претензию в этом случае по-моему я на катив хотел по этой сфабриковать на наверно промахнулся ладно так как там с флотом дела господи да у британцев очень сильный флот поэтому пока мы не можем устраивать возможно она и не понадобится на клеве претензия появилась требовать незаконную территорию нет ни одного дипломата да они все равно откажут клеве так кто вообще такой а мы можем тебя повеселить так франкфурт альденбург барабант мне да ща дожди мы бить военный дипломат еще давай из твери допустим пока уберем незаконной территории они не отдадут по той причине что из гнева так что извиняйте господа в жопу я вам деру так возвращение конечно освобождение империи а тут генерала перекинуть какого нибудь какого нибудь нормального так вот этих парней тоже сюда сбросим демьету взяли взяли столичку интересно как они там казались спадайте товарищи так эти пока никуда не суются не башкира не казанцы но лучше на всякий пожарный случай нам еще двадцать три тысячи сюда сбросить с муслимами то мы справимся господи когда претензия будет нападем на них спокойно сменим курс так ой слушайте барабант оказывается не такой уж и слабенький надо еще вот этих тогда ребят сбросить сюда позицию двигайтесь мы эти поиграть можем не а победили молодцы так там кого-то вы с нулиру обратили сейчас обратим сунитов каких нибудь в джанике пока в пути тут все нормально все сейчас вот эти войска подойдут мы нападем на объединенную армию клеве чуть-чуть 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 чу какой-то хватили все тут две провинции буквально осталось так идите в триер ща нападем сюда команде еще но назначим пойдем на клеве отсюда сколько там у них войск еще да все по-моему войска у них закончились толковые так что можно потихонечку идти у барабанта насколько я понимаю тоже есть какие-то территории так что думаю сейчас всем достанется это разгневанного дядьки императора у моты под нашим контролем о а вот и крепостишка какая-то так вот эти вот эти господа не не могут туда пойти к сожалению ну ладно а богемия то куда вообще что ты вообще там делала да блин опять сменим курс беспорядки меня сейчас не интересует слушать а подождите чё чё мы сунитов не то не перекрещиваем на пермяков появилась претензия можно на них нападать пока они там со шведами какими-нибудь не подружились у нас двенадцатый уровень технологий фигаси так у нас четырнадцатый сон смотрите там кто-то отделяется у сепаратистов да эти придурки пошли вы и гудель не зря я двадцатые тысячи тут притащу нас на всякий случай башкиры вы и гудель залезли ну не чущаем наваляем так как тут айрата оказались вот на йемен появился йемен еще с каким-то хабьё подружился да кафа кура это где-то тоже здесь должно быть тоже какой-то маленький карлик так что давай нападаем джуран всякая сарань в общем топает сюда так ирак ц билджи ц особо никого такого прям мощного из бастующих я не вижу мамлюки уже вообще в упадке надо на эфиопов напасть будет они только со львой в союзе ну а льва достаточно сильно так топаем в катив за а и гудель сражения выиграли можно теперь отвести в иска вот на эту позицию х клевер уже средненький по желанию воевать гласим на белый мир но естественно он его не получит. Насау и Мюнстер должны быть освобождены как минимум. Мы больше не претендуем на Кенджикалу Харизма. Это фиксно. Так, а почему у Коблинса 100 осада? Ты порулишь, что ли? А, слушай. У меня садок Клеви. Я понял, почему. Потому что деньги экономят сейчас. Ну, плохое. Так. Ну что, Клеви. Я от тебя прошу всего-то. Вот это. Вот это они не хотят. Ну ладно. Просто вот так. Так. Опа. Они еще и не... Не в сри, да? То есть, на Мюнстера можно сразу нападать и объявление вне закона. Завоевание принца снабрюк. Единственное, у нас перемея есть с ним. Поэтому не будем. Фигней мается. Надо потребовать у него территорию. Какая странная вещь. Ну ладно. Так. Ну все. Тут-то мы у британцев все отжали. У них желание воевать имеется. Венеция. Французы не могут никак Венецию взять. Форфу взят. О! Табаристан пробился. Молодец. Так. Надо попытаться все-таки флотом нашим. Погрузиться на корабли. И вот сюда направиться. Конфликт. Липачки уменьшатся. Так. Войн технологии сколько там? 936 очков. Регата забрали. Алтай. Уринхай. Так. А куда они дальше? Хабакса. Что-то мы пермяков миллион лет пытаемся уничтожить. И никак не уничтожаются. Надо вот этот отряд дополнительно бросить. Так. Все-таки мы с вами нарвались. Фенецианские корабли им еще помогают, походу. А нет, все британские. Нет. В Британию высадка. Провалилась. Сажать за северное море мы проиграли. Эх. Жалко. Так. Ну ладно. Британия. Подожди, а что надо-то, чтобы ты вернулся на провинцию Генегау. Державе Генегау. Вот это, по сути-то, все. А, ну слушай, может быть, длительность войны его переубедит. От этого всего мракобесия. Так. Тут у нас вообще 40 тысяч войск. Да. Как-то порациональней прийти. Тут-то армуз что-то забыл. Так. Опять эти дурацкие. Они меня уже достали. Так. И провинцию взяли. Попробуем пробиться, преследовать армуз. Какие у него там территории есть. Господи, когда мы уже фоксированный марш с вами исследуем? Те, конец, а пожелание выиграть уже среднее. Убивление у него незакон осталось на оширение. То есть, получается, что если мы что-то у них возьмем... А, мы у них ничего взять и так не сможем. Ну, ясно. В принципе. Получается, что? Получается, нам нужен этот генегау только. Сейчас вот эта крепость падет, может быть, появится шанс. Взрыв госпиталья общелкали и прочих. Надо было догадаться, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так, ребятки, исследуют. Кудынка, наконец-то, наш. Что теперь нам надо взять? Пилын. Дожди, стой. Отделить и вот сюда. А тут вот так. Так. А, ребята, куда дальше? Да, только вот сюда какой-то путь есть. До бурятов, по всей видимости, не дойти. Перекрещиваем. Еще там кого-то. Сунитов. Здесь можно, наверное, уже отходить. О, слушайте, венецианский флот что-то пропал. Ну, сюда нам никак не пробраться ни в какую-то, потому что неаполь нас не пустит. А если пустит? Ну-ка. О, мы сможем пройти с вами с пустит. Мы получили казус, бельли, зелуевания в Неаполь. Что-то я только сейчас узнал, что у нас на Неаполь какая-то претензия была. Тайлым под контролем Речи Посполитой. Ну, все, пирмяки сейчас расставят. Целая тысяча обжуранцев отправляется в грани. Ну-ка, сейчас. Брусим небольшой отряд на них. Соликамск, пермь под контролем. Ну что, пирмяки. А, там какую-то крепость, наверное, у них не взяли еще. Ну, будем ждать тогда. Так, у Йемена там еще какая-то крепость есть. А, это столица у них. Вот и отлично. Сходим, изучим. И все офигительно будет. Так. Мы, кстати, пробились в Венецию. Так что, думаю, что с англичанами сейчас договоримся. А, все, они согласны на то, чтобы мы... Тут чем выделили. Так, ну-ка. Если на ширине будет какой-то, ну, 2,1, да? Проваря или ешь. Чуть-чуть буквально. Если мы что-нибудь сможем отжать, да? Дополнительно. Вот буквально одну пробу какую-нибудь бы взять у них. С другой стороны, мы не сможем их, наверное, национализировать пока. Да, поэтому, наверное, пока лучше не делать этого дела. Ладно, давай. Просто вот так вот сделаем. Заплатить мне денежку. С вами мы еще повоюем. Улицы. Так. Все. Геннигау получил свою провинцию. Назад. Так что мы с вами... Прям бы угодители какие-то. Вот только богемия у нас теперь... Наверное, будет ненавидеть всем сердцем. Аж до конца унии. Это точно. А, кстати, она уже еще и Штирию засунула. Соперники. Так, как там у нас с униями? Норвегия и Швеция. Достаточно сильные такие. Государства пробились. Рубунья. Так, ну ладно. Сильные, не сильные. Мы их победим. Умер дядька-советник. Богемия расторгла союз. О, ноль дипачков. Приправляется. Какого бы нам тут был дух лота. Вот этого. Так. Французы. Геннистический брак предлагают. Предложим еще испанцам. Богемия. Конечно, расторгла союз. Это печально. Но фиг с ним. Тогда отменим передачу торгового влияния. Чердынь взяли. С пермяками будем мириться. Да, на сверху ширине они не очень большие. Так что... Так, спокойно все. У них возьмем. Национализация, пожалуйста. Вот так. Угу. Так, а дальше, кстати, пройти что, сможем? Нет? А дальше мы пройти-то не сможем, ребятки. Так что, у айратов возьмем только то, что вот тут на отжимали. Так. Что бы это могло быть? Ну, во-первых, нам нужен мостик. Пусть вот эти две права взять назначены. Так, ну вот это взять. Баксар и Аутай Тиано. Так, вот это уже не хотят. Ну и фиг с ним. Как раз будет казус на айратов. Так, можно будет его сделать, субриковать. Так, харизм, Магулистан, огорчаться. Вот репарации. А, слушай, деньгель не заплатит. Так, ну все. Управляю договор. Реак, 97 сушения. Так, не везде у нас национализировать получится пока. Ну и ладно. Так. Надо готовиться. Кто-то бы встанет сейчас обязательно. Там реакция появится, берут жрицы, обстояки. Надо быть к этому готовым. Ну вот, 30 тысяч как раз в вене сидит. Так. Ну и на новых территориях, естественно, кто-нибудь восстанет. Вот так вот. Тян Угин Хай. Что-то я, кстати, не знал, что Тян Угин Хай это... А, да, это же крепость точно, мы что-то сождали. Что-то я забыл уже. Кстати, в ближайшее время династии Мин будем войну объявлять. Тогда мы сможем, наверное, и до Бурята в дорогу получить. Ой. Рамус нас сейчас перебьет. Надо генерала сюда кого-нибудь назначить. Подмогу пойти. Да, но они проиграют, это уже точно. Взяли еще чего-то. К сарай в лесной вере. Еще чего-нибудь в лесную веру. Так, надо бы... Рамусы следовать. Ой, господи. Ну да, пусть пойдут. Исследуют. Мои колонисты, господи. Конкистадуры. Так, вот эти точно пойдут в столицу. Нет, не вот эти. Вот эти, потому что... С генералом. У Йемена многого брать не будем. Третьско-польский конфликт. О, 25 тысяч рекрутов нахалил. Идали. Но у нас... Максимум, кстати, 250. Вот поэтому я, в принципе-то, и держу. Пока дядька султана живым. И это была одна из причин, по которым я решил его завассалить. Так. Пока отношения с ним не важны. Будем... Пока ничего с ним делать не будем. Так. 17 тысяч вестмаркер. Пусть остаются. Вот. Чего мы можем еще предпринять? Какие претензии или еще чего? Давайте на мем претензию сделаем сразу. Я думаю, в следующем эпизоде мы повоюем с ними. Да как повоюем? Мы весь эпизод, наверное, в войне с мином и посветим. Потому что мин такой жирный засранец, с которым надо... С которым надо как можно больше территории стрясти. Вот. Вот что я на этот счет думаю. Сколько там в Йемене гарнизон? 3000. О, смотрите, крепость. Ну-ка, давайте-ка. Лучше крепость. Рассаждайте. Так. А эти и следует. Вон наши вассалы пришли порядок наводить. Иракские сепаратисты. Ирак и басра. Ой, блин. 6000. Такое иногда случается. Чушь. Так. Ну что, вот этих перебьем. Сейчас еще кого-нибудь пришлем, наверное. Так, 32000. Нет, не пришлем пока. Пусть восстановятся и все дела. Так. А, слушай, я военку-то не вкачал. Дурасек. Дурасек. Иракцы взяли Багдад. Отступай от Ажда Борса. Это жесть просто. До Борса отступать тут. Так. И еще претензия. Еще претензия, думаю, на Хоризм. Куда идет. Взяли столичку. Претензию на мин получили. Превосходно. Вот такой вот круг опишем, чтобы следовать тут все. Как следует. Йемен что-то себе отжал. Назад. Так. Против 9000 против 13. Это как-то не очень хорошо. Вот сейчас шестерка подойдет. Майтанья больше не может быть соперником. Умирание. И войну Мекленбургу. С двух сторон. Обходим и осаждаем. Багдад под контролем. Сейчас вот этот убьем. Конец внутренних раздуров. Изи Бриза. Санализируем. С армузом, думаю, беру его перемирия хватит. Так. Третьяна Соболич. Почему бы и нет. У Йемена крепостей дополнительных больше-то и нет. Так. Ну че. Национализация скоро закончится. Когда там. 81-й год октябрь. Вот национализация закончится. Мы с вами договоримся. Договоримся. На харизм претензия родилась. Так. На Тибет можно претензию сделать. Ну нафига. Тибет я, кстати, за вас сайте хочу. Люблю Тибет. Так. На Гулистан. Я кем-то Тимуриде. На Тимуридов можно сделать. Че-то Хиджаз делает. Войну объявил, что ли? Казань уродилась. Видали, как Казань тут уродилась. Надо будет с Казанью разобраться обязательно в следующем ходу. Ой, в следующем ходу. В следующем эпизоде. Так. Претензия на Казань. Ой, на Бузулук. У нас до 601 года аж. Так что. Так что надо будет использовать свой шанс. И отжать ее. Вряд ли она с кем-то закарифанится. Так что. Взятие Казани это лишило позвремени. Так. Армуз. Сколько там еще с тобой? А, ну все. Армуз-то в принципе. Ой, видали? Эти вообще на белый мир можно уже отправить. Кто-то их замачивал, походу. Хабью и Аджуран. Там, наверное, какая-то война у них идет в том направлении. Так, слушайте. Можно уже наконец-то от Табористана никсировать. 768 очков. Ну, а во время войны нельзя. Ну, начнем как раз. Потом мир заключим. Начнем. Так. Что тут еще? Перемирие. Перемирие. Армуз. Так. Ну, тебе мы, наверное, что сделаем? Подожди. А у Йемена что мы возьмем, во-первых? У Йемена мы однозначно берем вот это. Вот это. Вот это. Вот это возьмем. Так. Ну, слушайте, много всего у них можно взять. Ширение где-то около 40, да? 51. Вот. Такой вот раздел Йемена, если устроить. Ну, вот, сейчас национализацию тогда проведем. В октябре. Договоримся со всем. Этим мракобесием у Армуза что-нибудь тоже съедим. Островок был бы неплохо отжать. Потому что мешает он. Сильно. Так. И надо не дать Хиджазу тут развернуться. Да, они вон там осаждают уже. Сейчас пополам сделала. Иди, надо этот сюда. Брюшу. Тэн-тэ-дэ-дэ-дэн. Тэн-тэ-дэ-дэ-дэн. Тэн-тэ-дэ-дэ-дэн-тэ-дэн. На Тэмуридов претензия появилась. Так, ну всё. Сколько у нас там? Два сверхширения. Санализации поставлю. Где-то около пяти-шести лет будем порядок наводить с этим всем делом. Армуз. Значит, столичку можно у тебя взять? Нет? Ой, слушай, можно. И сверхширение это небольшое это даёт. Вот, тогда вот так сделаем. Возьмём армуз. Островок. Возьмём у тебя ещё, допустим, вот это. А нет, вот это не хочет. А вот это, вот это тоже не хочет. Ладно, давай тогда армузом обойдёмся. Потому что вот это как-то не хочется. Эту ерунду всё брать. репарации заплати. Так, он не удержал. Он может родить приговоры. Да, пусть будут. Так, принцы. Деньги заплати. Вот. И Йемен. Йемен у нас... Да, вот так вот примерно и возьмём. Может ещё чуть-чуть. Так, вот это, например. И вот это. Вот, по береговой как раз взяли. Неплохо так. Вот нормально. Нехило так разъедаемся. Да, надеюсь, что замысел наш удастся. Давайте соперники забахаем эфиопов. Так. Ну и всё пока. Бористан можно начать потихонечку аннексировать. Сохраняем игрульку. И на этом пока закончим. С вами был Дмитрий Троф. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте палец вверх. Всего доброго. Удим всех продолжений, прохождения. И помните, что всё самое интересное ещё впереди. Thank you, guys.